Дается в Полевскую привозить интересных людей и знакомить с детьми, которые тянутся к эстетике и к современной художественной практике. Ну а сегодня вас ждет еще в завершении нашего гарнисажа знакомство с авторской коллекцией костюмов и берегов Зои. Ручной работы. Ручной работы Зои Лебедева. Из утиля всякого. Которые, просто я хочу сказать, которые создавались не как декоративная коллекция, а как личный гардероб. Совершенно верно. После пожара. И я думаю, что во время показа Зои прокомментирует, как потом создание этой коллекции изменило ее судьбу. Это я просто по поводу мифа. Мифы на самом деле. Это рабочий инструмент. Я сначала шила шесть сарафанов старообрядческих, они же старообрядцы у народа крепкие, рубав мужские и женские. Да когда мы, у нас там ансамбль выяснили. А потом, значит, я невозможно, просто у меня уже руки невыносимо, хотели шить. Шью, шью, третье платье шила и вышла за мной. Ребята, все как замечено, предками, все так и было. Приданная моя мама спустила своялость надо мной. С ума сошла, в общем-то, приданная все в себе. Но руками, надо руками, потому что я считаю, что народу культуру почувствовать можно только тогда, когда и вышьешь, и сошьешь вышитое. Вы все сделаешь руками. Вы только тогда поймете, что это за труд. Вы только тогда поймете свою прабабушку, которая вынуждена была, потому что условия жизни такие были, что они все могли. А это я не смогу, а я лучше смогу. Вот какое-то соперничество даже было. То есть культура, она и каждая вносила свой, и каждая из вас может быть хозяйкой своей медной горы. Значит, своего вот этого сонма предметов, которые ваше сокровище. А я просто хочу сказать, что по поводу Суженого-Ряженого, я могу сказать, что в результате Зоя встретила замечательного эстонского режиссера, императора, специалиста в авторском кино, социально-культурологического смысла документалистики, Вайду видел. То есть, представляете, на самом деле сбилась ткань, какая-то новая жизнь. Вот. Зоя, а может быть сейчас ты поподробнее расскажешь о своих... Так я почему рассказывать, потому что я вообще-то хочу обратить вас всех к себе самим, потому что творчество делается не вот в этих залах, делается, когда человек находится наедине с собой. Я, может быть, меня отличает от некоторых из вас, если они не художники и не учащиеся, тогда насмотренность, просто профессиональная насмотренность там, 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 там. Я вот это видела уже, я вот это не видела. Я сейчас почти ничего новое уже не смотрю. Я вытаскиваю из себя. Но вы можете даже не быть насмотренными и вытащить свое личное я. И тут, видимо, дело вкуса просто. Но даже если это китч, это тоже простительно. Когда много-много китча, и это выставка, это энергетика. Вот у коляды, там, там, как смешанное, там круто. Поэтому каждый из вас художник, каждый. И я говорю, поэтому о тотальной практике. А то, что делаю я, это мой личный опыт. И он, как бы, вас не приведет. Приведет только художественная практика. К тому, к чему пришли. Вы придете или придете вдруг с сегодняшнего дня безбоязненно возьмете тряпку или любой материал. Потому что я ведь и кино начала развивать, и нас кино познакомила. Потому что мне мало вот этих вот, что у меня текстиль. Мне надо вот вас увидеть, фактуру вот эту уже живую видеть. Кино уже, вот, как бы, творческие проявления, они могут вшить, ну, прежде всего, вглубь. Игрыть в себя это самопознание. И в этом оно очень гуманное творчество. И абсолютно доступно. Зоя, расскажи, пожалуйста, как родилась эта технология? Я знаю, что это очень трудное время. Да, ну, как радоксально, как бы, это же все бытовое. Есть нечего, нам не платят за эту оплату. 90-е годы. То есть когда тоже церкви строили, нам почему бы не платили денег за работу. И идешь по пустырям, полтора, значит, часа туда, полтора обратно. И, значит, кругом вот эти вот растения. И думаешь, боже, ну, что-то ведь надо, из чего-то надо писать. Принесла, и у меня уже, комната вообще пол у меня сгнила от влаги, которая потом была. Я начала ткать, потому что есть надо, а это было необычно. И в солнечном круге ребята были богатые. Они образовали вещи, я выжила за счет вот этого нашего мужской травы. Я вкала такие сумки, полынные, но это было смешно в первый раз принесла. И туда этот костер полыни положу, повешу, оставлю, перепрещуского ваза. И они в первые же часы купили, но богатенькие им же надо это. Я потом плила из полыни вот эти базы, плала туда костры тоже вот эти. Они брали, сочинение мифа, а у нас некоторые же делают куклы. И потом говорят, это оберег-оберег, но я-то я себе такие вещи не могу позвать, потому что обереги делают бабушки, которые своим ручкам. Оберег делает родной человек, я абсолютно убеждена об этом. Он программу закладывает в эту вещь, потому что ему абсолютно не все равно будет поколение длиться дальше или нет. Счастье своей внучке, вдруг там свадебные эти куклы. Сделали самые старшие женщины рода, поэтому мы здесь тоже не сильно молоденько, и у нас куча внуков тоже. Исследуя тему куклы, я начала же свои куклы сочинять. Я начала делать дидактические, допустим, нагрудники. Я, значит, делаю куклу, потом рисую точно такую же куклу на эту картонку, потом привешиваю, значит, нагрудник. Манисты я рисовала, я откала антиманисты из этих вот. Вот, подчеркивая, из почек весенних, для того, чтобы подчеркнуть, что мы вообще-то не должны хороходиться, что типа богатый, это раньше примитивный народ. Посмотрите, какой богатый. Вообще, вот девку-то замуж выдать-то надо тоже, вот, заровнишься. Посмотрите, нищета не подходит ко мне. Вот, скажи, вот так. Может, своя была практика, но нужная, необходимая, нужно было это одевать и показывать, что это даже, в смысле, в смысле, в смысле тщеславий даже какой-то, да? Ну, чем надо тщеславиться? Жизнь внутри тебя, самого. это то есть ты природный человек ты ребенок до природы чем бы вот этот символ как бы вот это вот монисты из почек которая натыкает вместе с копия и это как бы вызов такой маниста вообще-то из монет ценность другого порядка я хочу сказать своими я приехал я приехал на выставку увидела необычная мониста собранная из чайных пакетиков потому что пакетики были разными черного чая зеленого чая это было так красиво и я даже не сразу поняла и мы потом вот для меня это был пример как современный художник может интерпретировать смысл потому что на самом деле это игра со смыслами а это в том случае когда художник внимательен к смыслу а вот что происходит когда обессмысливание традиции хотела бы я думаю что вот этим вот как бы сожалением что традиция может быть обессмысленным продиктована вот эта серия графическая дневник лбок который если быстро произносишь получается что нет не клубок клубок расскажите пожалуйста как идея вот это родилась почему ну это я всегда говорю что в человеке всегда есть мотивации разные скрытые там разные вот художник почему сразу видны мотивации в то время как раз я когда начала делать клубочные картинки уранские бабушки начали значит и я же в целом я делаю перепис деревне для того чтобы включать всех а есть часть активистов которые с другой мотивации живут им главное прорваться никого больше не пустить и вот вот эти все вещи мне очень не нравится мне интересно гармония вот на праздники победы за огромным столом я хочу увидеть этих людей плачущих там не не знаю там не было войны конечно но чтобы они объединялись какой-то красотой а в этом проекте красоты не было изначально ее не было только чуть-чуть когда позднее дал соли гребенщикова спеть холдмуртском чуть-чуть проблески этой красоты или потом когда они стали роковые но из роковых они превратили превратили в диплом попсу а вот эти вот переходы простить невозможно профессиональном творчестве невозможно простить я профессионал но среди остались у нас как бы вот переписать этих хитов хиты я даже 5 хитов по-моему даже вот здесь есть один хит музыка маккартни и слова кинжо дубле там тоже есть кстати битвовская мелодия они же битвов тоже пели и оказалось я пишу текст и сама не понимаю что нас всех обвинили в том что мы завидуем и всех против как бы даже а у меня прям доказать сильно я же могла быть с ними я же не пошла туда потому что просто стыд как сказал ансамбль покровского набран фестивале первым который занимается правильной политологии когда так не опускали ведь это было я значит а я просто хочу сказать что герой этого лутка некий персонаж персонаж кинжадух кинжадуха это художник прочитанный на барокко и в этом вся зоя которая кинжалы духа вот эти слова было другой другой смысл самого как бы слова художник значит и миссии миссия другая от слова дух я думаю что мы сейчас потихонечку начнем готовить дефилит моей коллекции вы можете пройти вдоль лука и зои поговорить по поводу к но и завтрашнего дня начать делать неплохо понятно просто я часто так делаю три месяца и каждый день писать что-то туда потом значит выбираю слово допустим про раковая реальность там или раковая реальность я на учет дальше 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 даже вышел одно платье то есть фактически играешь тоже с этими словами они же логика вот этих вот одна как бы начинающихся с одной буквы слов и прилагательных существительных глаголов логика тащит сама куда-то заводит такие вещи парадоксальны что какой текст подъем не знала что получится вот эти открытия вот эти важны каждого в каждом подъемлю всегда тотально говорю каждый из вас лично и еще и перед вами как мне важно дать толчок который я не люблю зрителей я не хочу зрителей именно с этим связано связан этот проект московский потому что они из нас турков делали зрителей а я сказал ну пустите меня на сцену я возьму и скажу такого нет потому что ни одного слова свободного этим бабушкам и спеть и сказать не дали а значит кто ты вообще марионетка и как ты в этой роли и как ты можешь я вот с этой точки зрения рисую это и Спасибо.